Три года назад был там большой потоп, ураган в Тексасе, и очень много машин там продавалось топленых. И мы туда с ребятами слетали, чтобы смотреть машины, которые топленые, чтобы их посмотреть и потом играть. И машины, которые посмотрели, очень много людей так делали, но это не есть правильно. И смотрят машину, если она хорошая, они ключи обычно или с собой забирали, чтобы никто другой не посмотрел, или где-то под сидушку запрятали, чтобы потом машина как приехала, они надеются, что они ее выиграют, потому что они посмотрели, что хорошая машина и будут бить, пока ее не выиграют. И так же сам в этой суете и я попал, и тоже несколько машин, запрятал ключи и думаю, что все, ну это уже точно я ее возьму. И хорошо, ну больше многих и выигрывал, но несколько пошли очень дорого, тоже кому-то понравились. И как бы, ну время идет, работаем и тоже выиграл одну машину себе, которая должна была быть с ключами и она проезжает, но нет ключей. Ну потерялись, кто-то может где-то потерялись. Ну как бы, как бы, без задних мыслей, это дело, это бизнес, так, что есть, то есть. И такая простая машина, недорогая, и пошел делать ключи, и на нее ключи 400 долларов стоили. Это самая дорогая цена, что я когда-нибудь заплатил за ключи. И так я, ну чуть непривычно, ну как бы расстроился, но как бы бизнес есть бизнес, оно так должно быть, не обращая на это внимания. Сделал ключи, все нормально, сделал машину, она была топленная, ну все, что в нормальное состояние ее привел, уже ее чистил. И когда чистил машину, опустил этот санвайзер, который солнце закрывает, и целая такая пачка ключей упала, оригинальных, там их было три или два набора оригинальных ключей. И я как бы сразу вспомнил, что, ну это же я тоже когда-то сделал кому-то, и оно как бы сразу меня осудило, и оно и неприятно, и понятно, что здесь произошло. И как бы слава Богу, что Бог такими, ну как бы не сильно дешевыми путями нас проверяет, и, ну, напоминает нам, что как хотите, ну как вы поступаете, так же само и с вами поступят. И уже в следующий раз мы летали туда, то уже лайка, ну, ну, не брал я ключи, просто как бы пускай как есть, так и есть. И оно как бы, слава Богу, что у меня только один такой есть пример, и он мне запомнил, мне не надо его напоминать, потому что мы учимся. И, ну, есть очень много, которые, как бы, не понимают и дальше такими путями, как бы, идут. И в 25 стишке написано, а кто, а кто неправо поступит, тот получит по своей неправде. И это есть истина так. И потому что я знаю, тоже наблюдаю несколько таких ребят, которые, ну, не сильно справедливые. И у них постоянно на ровном месте, постоянно у них какие-то провалы. И я просто смотрю, мол, ну, как так может быть, что, что есть не проблема совсем, у них, как бы, получается, очень, ну, очень сильно они получают за то, что не должно быть проблема. Но из-за того, что они так поступают несправедливо, то так же само им и оно возвращается. И в этом много напряжения. Даже стиль этих людей, стиль их жизни, он очень, как бы, стресс. Они постоянно напряжение, что их кто-то обведет, или они в этом участвуют. И оно очень много, мне кажется, напряжения. Но когда мы честно поступаем в наших делах, то у нас мир и спокой на нашем сердце, спокойствие и радость.